Как вам состояние дорог вологодских сейчас? Отвратительно. Уборка плохая, ямы. Ездим в основном это дальняя, самура. Николай Иванович за рулем больше 10 лет рассказывает. С наступлением зимы вологодские дороги превращаются в прямом смысле стиральные доски. Ямы появляются одна за другой, и здесь можно сослаться на резко меняющиеся погодные условия. Но выбоины не латают, а это уже вина дорожных служб, уверен Волокжанин. Хуже, чем летом или состоянием? Хуже, чем стало. Больше всего претензий у автомобилистов к городским мостам, Октябрьскому и 800-летия, а также к ЖД переездам на Северный и Саммера. Выбоины в этих местах настолько большие, глубокие, что водителям приходится снижать скорость до 5 км в час. Образуются многокилометровые пробки, да и аварий здесь ежедневно происходит не меньше десятка. Сотрудники ГИБДД в адрес администрации города буквально каждый день направляют предписания. Но не все дефекты устраняются в положенный срок, поясняют инспекторы. Если предписания не устраняются в установленные сроки, составляются административные материалы и материалы для принятия решения направляются в суд. Штрафы на юридические лица 300 тысяч, на должностные, значит, от двух до трех и по статье 12.33 25 тысяч рублей на должностные лица. В администрации города уверяют в другом. Дороги ремонтируются круглосуточно. Даже сильная холода рабочим не помеха. Там, где нельзя положить брусчатку, засыпают щебнем или песком. Сейчас мы усилимся. И в первую очередь, говорю, задача сейчас перед подрядчиками стоит, это по мостам. То есть это Ленинградский путепровод в районе швов, соединения конструктивов, плит. Это Октябрьский мост. Также были замещения по состоянию ЖД-переездов. Данные разрушения были в пределах границ железнодорожных переездов, где является зона ответственности собственника переезда. Данные обращения были рассмотрены вместе с сотрудниками ГИБДД. На 24-е часа северным коммунаром дефекты покрытия в районе переезда были устранены. Специалисты добавляют, если на дорогах образовалась яма, на ваш взгляд, больше допустимых размеров, можно сообщить об этом в Департамент градостроительства и инфраструктуры по телефону 725135, либо напрямую в ГИБДД. Алена Шипилова, Екатерина Щукина, Николай Замараев. Новости Вологды. Продолжение следует...